СОПЕРНИЧЕСТВО СОПЕРНИЧЕСТВО И НА ЕЕ ОБЛОМКАХ ВОЗНИКЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВО ГЛАВНОЙ ВОЕННОЙ СИЛОЙ СТАЛИ РЫЦАРИ НЕДОВОЛЬСТВУЯСЬ МНОГОЧИСЛЕННЫМ ВОЙНАМИ, РЫЦАРИ УСТРАИВАЮТ ТУРНИРЫ, ПРИНОСЯЩИЕ НОВЫЕ ЖЕРТВЫ ТОЛЬКО В ОДНОМ ИЗ НИХ ПОГИБЛО 60 ЧЕЛОВЕК Наконец, в XIII-XIV веках принимается новый кодекс «Статус армариум», призванный уменьшить смертность. На турнирах начинают использовать специальное оружие мира. Через сто лет между рыцарями, скачущими друг другу навстречу в копейном поединке, натягивают канат. Позже строят разделительный барьер. Развитие доспеха приводит к тому, что лицо и фигуры рыцаря становятся полностью закрытыми. И только цвета рыцаря и его герб позволяют Герольду узнать, кто выехал на ресталище. Глашатые объявляют о проведении турнира троекратным «Слушайте, слушайте, слушайте». И хотя турниры стали менее опасными, в июне 1559 года в Париже во время праздника, посвященного бракосочетанию дочери, погибает король Франции Генрих II Валуа. Король и его противник, граф Монтгомери, вооружены турнирными копьями. Но после столкновения щепка от древка копья попадает сквозь прорезь в шлеме в правый глаз короля. Рана оказывается смертельной. Король умирает в страшных мучениях. Его вдова Екатерина Медичи окончательно запрещает турниры. Практически сразу после запрета в Италии появляется новое безопасное развлечение королевского двора. Оно получило название «карусель». Происхождение термина теряется в веках. Возможно, он произошел от арабского слова «каруса» — «повозка», привезенного крестоносцами с Востока. Карусель уже не предполагала прямых поединков. Всадники делились на четверки, которые назывались кадрили, и выполняли сложные фигуры конной выездки, соревнуясь в ловкости и меткости. Место одного из рыцарей в копейной шипке занял поворотный манекен, которому нужно было попасть точно в центр. Иначе, развернувшись от удара, он мог отбить копье нападавшего и даже выбить всадника из седла. Из Италии карусель распространяется по всей Европе. И в 1662 году на площади перед дворцом Тьюэльри Людовик XIV устраивает грандиозную карусель, названную «Битва Вселенной». Соревнуются пять кадрилий со всех концов света. Турки, персы, индусы, римляне, которых возглавляет сам король, и американские индейцы. Естественно, что в каждой конной процессии участвуют не жители далеких стран, а придворные французского короля, облаченные в экзотические карусельные костюмы. Десятки всадников сияют золотом, бриллиантами и привлекают внимание гигантскими плюмажами в половину человеческого роста. Битва Вселенной произвела такое впечатление на современников, что площадь, на которой проходил праздник, с тех пор так и называется – Площадь Карусели. В 1743 году состоялась еще одна, не столь грандиозная, но по-своему уникальная карусель. Императрица Мария Терезия после вступления в наследство непрерывно вела войну за сохранение Австрийской империи. Взятие Праги она решает отметить каруселью в манеже Ховбургского дворца. Кавалькаду благородных наездниц возглавила сама императрица верхом на белоснежном коне. За событиями, происходившими в Австрийской империи, внимательно следили в Петербурге. Императрица Екатерина II задумала провести карусель, масштаб которой был бы сравним с битвой Вселенной Людовика XIV. В карусели на Дворцовой площади участвовали кадрили наций со всех концов света. Но к римлянам, индийцам и туркам были добавлены славяне, что, впрочем, никак не сказалось на костюмах всадников, одетых в античные наряды. Славянскую кадриль должна была возглавлять сама Екатерина, но она уступила это право графу Салтыкову. Римскую вел Григорий Орлов, турецкую Алексей Орлов, индийскую Петр Репнин. Трибуны для размещения зрителей были построены архитектором Антонио Ринальди. Пропуском на трибуны служили специально изготовленные жетоны. Карусель состоялась 16 июня 1766 года и была повторена 11 июля. Победителями были объявлены княгиня Шереметьева и братья Орловы. В память о великолепной карусели Екатерина II приказала выпустить медали со своим портретом. А ее придворный библиотекарь Петров написал оду, восхитившую императрицу. Одного из внуков Екатерины Великой называли государем-рыцарем. Современники Николая I отмечали его строгую приверженность идеалам рыцарской чести и искреннюю ненависть к закулисным интригам. В 1817 году Николай женится на прусской принцессе Фредерике Шарлотте Вильгельмине, после крещения получившей имя Александра Федоровна. Летом 1829 года, уже будучи императором, Николай с супругой и наследником посещает Фридриха Вильгельма III, короля Пруссии. В честь их приезда король устраивает романтический праздник в духе рыцарских каруселей. Но, как было объявлено в начале праздника, ввиду всем известной кротости императрицы, торжество состоится без поединков и ограничится лишь праздничным парадом. Праздник получил название «Волшебство белой розы». Белая роза, детское прозвище и любимый цветок принцессы Шарлотты стало главным украшением карусели. Помимо рыцарских кадрилей, гостям были представлены многочисленные живые картины, а сами торжества завершились балом и награждением победителей. Тринадцать лет спустя, в серебряный юбилей своего бракосочетания, 23 мая 1842 года Николай I решил устроить для Александры Федоровны настоящий рыцарский праздник в Царском селе. С площадки арсенала, где хранилась императорская коллекция европейского оружия и доспехов, к Александровскому дворцу выступил рыцарский кортеж, в котором участвовало 16 кавалеров и 16 дам. Кавалеры были одеты в подлинные доспехи времен императора Максимилиана, взятые из коллекции арсенала, а младшие великие князья в костюмы пажей той же эпохи. Для дам были сшиты наряды в стиле 16 века. Перед кортежем ехали герольды, играла музыка. Кортеж подъехал к Александровскому дворцу, и здесь была исполнена карусель, состоявшая из различных сложных упражнений в конном строю. Тысячелетия прошли со времен римских представлений. Более четырех столетий назад прекратились рыцарские турниры, и наследовавшие им великолепные рыцарские карусели тоже ушли в прошлое. Но когда вы катаете детей в парке на карусели, вспомните, что когда-то она была не аттракционом, а красочным соревнованием, сопровождавшимся топотом лошадиных копыт, звоном мечей и криком Герольда «Слушайте, слушайте, слушайте». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok